коллеги еще раз добрый день мы можем начинать основные участники у нас присоединились зовут меня мария нинашева я являюсь действующим консультантом аналитиком архитектором по внедрению системы 1с документа оборот руководителем проектов иногда выступаю больше сейчас работаю как специалист чтобы было больше практики стараюсь с вами своей практикой делиться своими практическими примерами так также частично являюсь модератором есть у меня коллеги которые помогают мне моделировать ночи частично я все равно поглядывать чат чтобы отвечать на ваши вопросы и смотрю кто у нас присутствует вот давайте поговорим о том по каким правилам мы сегодня будем с вами участвовать в вебинаре чтобы нам с вами как-то начать диалог а то мы все тут на удаленке чтобы не понимать что вы меня слышите пожалуйста в чате мне напишите что-нибудь напишите букву п привет все отлично на сообщение пошли я вижу значит в зале есть люди а то когда мы так общаемся немножко иногда хочется обратной связи обратная связь на сегодня идет через чат то есть вы можете писать любые вопросы чата даже если они у вас возникли по уходу вебинара как он у нас будет проходить у нас есть с вами час времени на протяжении часа мы с вами общаемся по нашей теме тема у нас сегодня этапы внедрения 1с документа оборот а коде вебинара все вопросы которые у вас возникают вы пишите в чат я постараюсь максимально разобрать по ходу вебинара все поступающие вопросы все что я вижу в чате поэтому не один глаз себя туда смотрят стараюсь по крайней мере так но я могу где-то увлечься не увидеть ваш вопрос поэтому мы в конце оставляем минут 10 наверное на разбор вопросов которые у нас остались и не копите пожалуйста до конца вебинара свои вопросы потому что они у вас забудутся затрутся а может быть в ходе мы где-нибудь лаконично их и органично впишем в общую презентацию и сразу на них ответить вот максимально давайте мне обратную связь потому что когда я вас слышу я оживаю мне это приятно слышать видеть что вы со мной коммуницируете общаетесь не уснули на той стороне значит и я не так скучно говорю вот так я думаю что основные участники у нас сейчас собрались на сегодня достаточно много запись вебинара будет так что если вас там что-то неполадки с интернетом что-то еще техническое не переживайте записи вебинара будет будет и в интернете на нашем сайте и мы также направим всем материал вебинара будет возможность посмотреть их а также быть возможность с нами прокоммуницировать по контактным данным на каждом слайде они указаны есть вопросы возникли у каждого участника нашей сегодняшней встречи есть возможность совершенно бесплатно получить консультацию то есть мы договариваемся с вами отдать проведение встречи и общаемся уже конкретно по вашему вопросу так как к сожалению не каждый вопрос мы можем разобрать подробно на вебинаре так ну ладно большинство включились остальные подключатся тема нашего сегодняшнего вебинара это этапа внедрения 1с документа оборот почему эта тема назрела возникла так скажем каждое каждое внедрение начинается вообще с идеи то есть пользователи сидят на своих рабочих местах и понимают что что-то им неудобно как-то работать какой-то процесс у них занимает очень много времени не автоматизирован и в этот момент зарождается идея что же с этим делать как же это сделать проще легче автоматизировать вот это правильный путь откуда идти внедрению неправильный путь это когда вроде бы все внедряют какую-то систему и давайте мы внедрим что-нибудь тоже и вот чтобы как раз таки понять нужны вам внедряют систему не нужно уже пора об этом думать или еще не пора что нужно собрать для того чтобы внедрить систему что на вашей стороне то есть на стороне компании которая еще только готовится внедрять систему а что находится на стороне той которая это будет реализовывать чьими силами реализовывать вот на эти все вопросы ответы мы будем сегодня искать то есть если у вас сейчас есть какая-то потребность внедрять систему вы еще раздумываете или у вас сейчас так бывает что система уже куплены и вы не знаете пока как ее правильно как организовать свою деятельность чтобы она была эффективной увидеть все вот я вижу продемоконфигурацию вот как раз об этом мы всем поговорим где взять демку как на нее смотреть зачем на нее смотреть кто должен и как они рассказать какую версию редакцию брать все вот как раз таки сегодня будем рассматривать так план нашего вебинара а скажите мне вообще у вас презентацию видно на экране если презентацию видно то напишите мне да этот экспериментировали все отлично я буду переключаться между окнами процессе вебинара вот сейчас попробую переключиться а вы скажете видно ли вам 1с документооборота так документооборота видно я просто вижу видно а кто кого видно именно не вижу напишите этом да если видеть все вот так мы и будем переключаться между документооборотом и презентации больше всего мы будем конечно же саму систему смотреть но иногда нужную теорию тоже поэтому все-таки буду не очень люблю презентацию но буду их использовать так вернемся к нашим презентацию я уже забыл где она у меня находится здесь у нас наш план на сегодняшний день то есть мы сначала поговорим какие задачи решает лучшая система 1с документооборот и посмотрим общий обзор возможностей смотреть мы будем сегодня документооборот 3.0 документооборот 2.1 еще используются активно компаниями которые ранее внедряли документооборот были такими первопроходцами даже иногда саму первую версию мы видим но даже не 2.1 но все активно переходят на тройку потому что именно эта редакция сейчас активно развивается компания 1с и это неизбежно приходится нам переходить на 3.0 ну и конечно там бесспорно и есть преимущество у нас было были несколько вебинаров на тему отличие новой редакции потому что некоторые компании сомневаются внимательно этот вопрос нужно изучить если вы планируете внедрять сейчас все внедряют уже тройку если внедрять 2.1 то очень велика вероятность что вы очень скоро будете переходить на тройку это очень глобальная история вот поэтому мы смотрим сегодня документооборот 3.0 далее мы посмотрим поговорим с вами что нам нужно подготовить если мы планируем и переходить внедрению этой системы то есть какие данные нам нужно собрать куда вообще идти в какую сторону кому бежать чтобы найти ту команду которая не не создаст вам проблему из этого а именно решит ваш ваша задача которые сейчас далее мы структурируем этапность работ чтобы у нас в голове сложилась цепочка действий как весь проект происходит если вы идете уже к интегратору собираете команду вы понимали что вы будете какими шагами делать если вам кто-то рассказывает рассказывает как он будет внедрять систему чтобы вы сразу понимали профессионалы люди которые когда-либо внедряли вообще систему или просто какими-то общими фразами оперирует то есть вот это понимание это в общем то несложные несколько шагов но они должны быть вот как на ладони ну и дальше поговорим о том как нам дальше развивать систему какие есть подходы к развитию системы какие ресурсы лучше для этого использовать потому что это тоже очень важный момент документооборот очень живая система она быстро развивается и от того как вы обеспечите эту поддержку и развитие системы зависит не придется ли вам еще раз ее перевнедрять такой мы тоже часто видим есть живая система работает ну приходится перевнедрять хорошо переходим тогда хотел бы я вам показать саму систему поближе сейчас на нее переключусь а вы пока мне в чате скажите на каком вы сейчас этапе то есть вы подбираете в поиски системы то есть там документооборот может что-то еще смотрите или вы уже установили себе приобрели коробку 1с документооборот и думаете что с ней дальше делать может быть вы переходите на доз 2 1 на 3 0 вот на каком этапе сейчас находитесь вы напишите в чате чтобы я понимала наш на чем сделать упор потому что проект у нас бывают разные совершенно так сейчас я переключилась на документооборот чего-нибудь мне напишите что вы его видите так вижу переход приобрели коробку так но я надеюсь что вы видите что-нибудь напишите что вы видите перевнедрять д.о. обязательно вернусь к вопросу перевнедрять д.о. когда про сопровождение будем говорить так сейчас на экране демонстрирую 1с документооборот 3.0 те кто пользовался 2.1 видят знакомые виджеты так сейчас мы визуально много демонстрируем давайте чтобы вас не отвлекать своим изображением я видео свое скрою звук оставлю чтобы мы с вами все равно уже познакомились и потом вам с видео опять вернусь так мы видим с вами документооборот 3.0 он похож на 2.1 то есть у нас все те же виджеты виджеты это такие визуальные квадраты которые мы не видим ни в одной другой системе 1с это уникальность документооборота которые нам дают ту информацию которая нужна пользователю то есть сюда мы выводим прямо из внутренних недр системы то с чем работает конкретно наш пользователь на текущий момент мы видим рабочий стол руководителя мы сейчас находимся в системе под учетными данными руководителя организации и настройки виджетов у нас именно для руководителя организации соответственно его задачи руководитель у нас функция контрольная в том числе поэтому здесь он видит те показатели которые позволяют ему контролировать и корректировать задачи своих подчиненных то есть есть задачи мне и задачи подчиненных здесь же мы видим какие у нас задачи просочены и сколько их какие задачи у нас истекают которые у нас уже подходит срок и какие выполнены в срок чтобы видеть динамику скажите коллеги кто пользовался виджетами кто пользуется виджетами как вы к нему относитесь вы считаете что это верное решение удобное либо это такой нестандартный подход документооборот такой избыточный так визуализировать и слышал отзывы кому-то вот он отвлекает внимание эти виджеты я вижу ответы удобно да но я считаю что это тоже удобно дальше у нас в тройке появились реестры этот это я рабочей области в 1 у нас не было то есть мы понимаем что это новшество мы там это не видели не все это используют при внедрении не все запрашивают но это очень удобная функциональность и стараюсь на демонстрации всегда на первых встречах это показывать потому что наш пользователь может не проваливаясь ну опять же суть даже не проваливаясь какое-то меню там какие-то пункты видеть то что нужно конкретно этому сотруднику либо конкретно этой группе сотрудников то есть реестры это список функциональности по сути это ссылка и вы попадаете туда тот то рабочее место система с которым работает конкретно этот пользователь ему не нужно запоминать и искать куда здесь меню нужно провалиться чтобы увидеть конкретно свои задачи там свою рабочую область которую я выполняю но допустим работаю я с почтой а я вижу ссылку почта в реестрах и вижу обновления которые пришли в моей по моей части которые мне пришли в работу могу сразу перейти и увидеть что это улучшает ваши сотрудники уже не скажут ой я не видел системе ой мне там неудобно что это пришло я не проверил то есть исполнительская дисциплина сразу улучшается сотрудник уже некуда деваться он открыл стартовую страницу он сразу увидел что ему нужно сделать системе лишнюю информацию отсюда мы можем убрать чтобы она не мешала сотруднику лишние информационные потоки ему не были видны он видит только свои задачи вот важно правильно настроить как виджеты так и регистры то есть правильно разделить группы пользователей и понять может быть индивидуально зависимости от количества пользователей может быть кому-то индивидуально настройки сделать по реестрам по виджетам то есть начальной странице это в разы может увеличить эффективность работы пользователя сократить время работы пользователя когда он сразу видит свою задачу так по внешнему виду мы с вами поговорили это все у нас настраиваем и также у нас есть настройки которые касаются любой системы 1с они также у нас и для 1с документооборот действует то есть мы можем там панели верхнюю панель переместить мы можем настроить меню что у нас будет высвечиваться что не будет рекомендуем всегда сотрудникам убирать все лишнее чтобы не рассеивать внимание им это не нужно далее документообороте суть ментооборота в чем центральное звено это документ не финансы не деньги не какие-то лимиты там как это у нас в других системах документооборот построен на центральном звене это документ это центральная звено система также вокруг документа у нас путаться процессы процессы есть сложные это когда у нас несколько действий и есть простые когда у нас одно действие допустим согласование нужно только согласовать нужно утвердить подписать кто работал ментообороте 21 знает кто работал в каких-то либо других системах абсолютно любых работ с документами там всегда есть примерно одни и те же действия это когда согласовать это когда подписать это когда утвердить нужно а иногда нужно сделать цепочку из этих действий вот когда мы цепочку делаем тогда это у нас такой комплексный бизнес-процесс когда действие одно это у нас простой бизнес-процесс это такие бусина и бусы это я в каком-то вебинаре услышал мне приглянулся такой пример может быть тоже этот пример слышали в общем еще раз самое главное это документ вокруг документа вращаются у нас задачи которые складываются бизнес-процессы вот этим занимается у нас документооборот документооборот обычно является такой центральной системой которая аккумулирует в себе разные потоки информации по документам то есть у нас есть разные учетные системы по управленческому учету по регламентированному учету и все это стекается у нас по кадровым учетом и все это документы могут стекаться у нас документооборот документооборот абсолютно гибкий то есть здесь нет готовых форм документов вижу вопрос есть ли руководство пользователь ПДО руководство пользователь пользователя ПДО конечно есть здесь вот как раз к слову по уникальности системы системы документооборот, потому что он абсолютно гибкий, и здесь нет готовых видов документов. То есть если мы работаем в бухгалтерии, мы знаем, как выглядит акт, как выглядят вообще документы реализации, как документы поступления выглядят, как акт сверки выглядят. Они у нас заложены на уровне конфигурации уже, то есть мы приходим, открываем, и у нас уже есть такой документ «Акт». В документообороте нет готовых видов документов. То есть это полный конструктор. Мы берем и собираем каждый реквизит, каждый вид, и его с нуля настраиваем полностью. То есть в этом уникальной системе. Поэтому нельзя просто и быстро внедрить готовое решение по документооборот. Какое бы ни было полное руководство пользователя, до того, как его использовать, нужно сначала написать все ваши бизнес-процессы, все ваши виды документов, которые мы будем внедрять, полностью вплоть до каждого реквизита и до каждого действия. И только тогда настраивать это в системе. Готового ничего нет. Так, идем дальше. У нас две главные рабочие области. Это работа с документами. У нас есть отдельный вебинар, где мы подробно очень рассказываем по работе с документами, как строится там реестр, как работать, какие действия с документами, как они взаимосвязаны между собой, как настраивается бизнес-процесс. Очень подробно все-все-все возможности касаемо работы с документами. Здесь я просто показываю саму рабочую область. Она достаточно функциональна, и я ее называю своим письменным столом. Только здесь удобнее стопочки перекладывать, и мы сразу видим, что где вложено, что как связано. То есть это максимально удобный рабочий стол. Вторая, самая главная рабочая область, это совместная работа, где у нас происходит работа с задачами, бизнес-процессами. То есть первое – это документы, второе – бизнес-процессы. Бизнес-процессы, к слову говоря, могут работать и отдельно от документов. Есть вопросы при старте, при стартовых встречах, когда мы только говорим о документобороте от заказчика, «Можно ли я буду просто так отправлять задачи своим подчиненным без привязки к каким-то документам?» Да, можно, это можно делать. Не всегда это используют, не всегда это прям удобно. Обычно все-таки какие-то документы у нас являются основанием для бизнес-процессов, для задач, потому что там реквизиты есть, мы в них пишем то, что согласовываем. Но возможность такая есть. Также у нас есть раздел, где мы можем учитывать трудозатраты, ввести отчет сотрудников, отчеты подчиненных. Для этого нужно понимать, что мы должны ввести информацию нормативно, справочную какую-то, то есть чтобы делать какую-то аналитику, мы должны изначально данные туда помещать, определенные. То есть если смотреть отчеты, то сотрудники должны заполнять все данные для этих отчетных данных, для этих отчетов, сводных в систему. И на старте нужно понять, вам вообще это нужно, может быть это ввести в какой-то другой системе, требуется ли, сопоставимы ли трудозатраты на это, с той пользой, которую вы получите от системы. То есть разделы документооборота можно использовать, какие-то можно использовать, какие-то не использовать. То есть документы задачи мы используем всегда, потому что это основные разделы. Уже остальные разделы, учет времени, также мы можем использовать мероприятия. Есть такой раздел, где мы можем ввести протокольные, непротокольные совещания, строить цепочки протоколов, выполнение задач из протоколов, видеть, какие задачи у нас не выполняются от раза к разу. То есть опять же исполнительскую дисциплину контролировать, это мы можем с помощью ведения мероприятий. Также у нас есть раздел, который позволяет работать с проектами. Тут даже можно встроить диаграммы ГАНТа. Тут можно ввести в разрезе проектов затраты. Очень много чего можно делать. На самом деле с помощью документооборота тоже у нас был отдельный вебинар, и может быть мы его повторим. Многое в документообороте настраивается. То, что обычно в других системах, казалось бы, должно делаться в конфигураторе, а именно в тройке теперь все больше и больше можно делать в пользовательском режиме. При внедрении документооборота, вот ввязи на свой опыт, программист мне нужен, но очень и очень минимально. Вообще при внедрении мы стараемся придерживать такой политики, что мы программируем, именно изменяем конфигурацию, вот ну прямо совсем в критичный момент, когда уже по-другому нашу задачу решить невозможно. Вот, ну прям очень и очень не любим мы дорабатывать систему. Во-первых, вам ее сопровождать, и сложности будут с обновлением, если системы доработаны. Во-вторых, документооборота очень быстро растет, развивается. Все запросы, которые приходят от пользователей в сторону 1С, разработчикам именно документооборота, они обычно услышаны. Там очень коммуникабельные коллеги работают со стороны 1С, и они стараются в релизах учитывать. Документооборот 3, он очень-очень большие изменения претерпел за последние вот эти вот полтора года, которые активны в внедрении, в последние очень много ошибок исправлено, и очень много вношества внесено от релиза к релизу. Поэтому прежде чем дописывать систему, лучше бы написать в 1С, или узнать, может быть, что-то подобное уже планируется. Вот. По поводу разработчиков, нужны или не нужны, документооборот 3 позволяет дописывать такие небольшие кусочки кода прямо в пользовательском режиме, то есть без использования конфигуратора. У нас есть списки доработок, но постараюсь максимально просто сказать, не совсем техническим, таким русским языком, где мы храним такие маленькие кусочки кода, когда система знает, куда нам взять, пойти и подставить там бизнес-процесс исполнителя. Там есть кусочек кода, его пишет программист, иногда может написать и аналитик, я храню там базу своих... Нет, на этой базе мы сейчас код директором не покажу. Это у нас демонстрационная база, там нет моего пула с моими доработками наработанными. Эти небольшие кусочки кода можно использовать в разных конфигурациях, команды разработки их себе хранят как архив, то есть если к вам опытная команда приходит, она может прям готовы уже наработки использовать в вашем проекте. Прямо их там вы говорите запрос, они берут уже готовые, там какой-то опыт есть, и используют. Кроме того, такие наработки, когда они достаточно популярными запросами становятся, 1С внедряет прямо в типовую функциональность документа оборот, и это становится уже не доработкой, а уже типовой функциональностью внутри. Вот. По поводу конструкторов, которые делают разработчики, у нас были технические, именно углубленные вебинары для технических специалистов. Мы где-то вот как раз-таки рассматривали эти алгоритмы подстановки, маршрутизации, и там вот демонстрировали примеры таких наработок. Если интересно, то мы можем в рассылке после этого проекта скинуть ссылки на эти вебинары, чем мы подробнее об этом рассказывали. Вот. Вы нам тогда напишите, скинуть ссылку на такой-то вебинар. Прямо в комментариях. Мы комментарии потом выгружаем, просматриваем, чтобы не забыть, на что обратить внимание. Так, мы с вами достаточно долго уже смотрим саму систему. Давайте обратимся обратно к нашей презентации и посмотрим, какие у нас там еще есть вопросы. Мы посмотрели сейчас, какие задачи у нас решает система и общий обзор возможностей. Можно сказать, два в одном сразу на примере посмотрели. Далее мы хотим понять, какие данные необходимы нам для подготовки к внедрению и вообще для понимания. Готовы мы к внедрению, не готовы мы к внедрению. Вот мы как бы систему посмотрели, знаем, какие задачи она решает и думаем, нужно ли оно нам, сколько оно будет стоить. Стоит ли оно, ну, овчинка выделки вообще, наш труд затраты и свои на проекты, и финансовые затраты, а чего мы от этого получим. Так, это мы с вами посмотрели. Вот. Какие данные нам необходимы для подготовки к внедрению? О них подробнее расскажу, на слайде они тоже указаны. Первое, самое главное. Обычно оно такое скептическое отношение вызывает, ну, как бы все мы знаем, для чего мы внедряем систему, там, чтобы все было хорошо, чтобы всем было проще работать. На самом деле цель вы должны максимально точно сформулировать, чтобы понимать, какой результат вы хотите от системы получить. Если вы своей команде внедрения не дадите цель свою, которой вы хотите достичь, она ее прочитает команда так, как нужно ей. Может быть, вы хотите упростить цикл работы пользователя и этим увеличить свою эффективность работы. Может быть, вы хотите использовать документы оборот, как связующее звено, и этим сократить цикл работы пользователей. Как вы это видите? И исходя из вашей цели, понятно, что цель – это сделать работу организации эффективнее. Но как именно вы видите эту цель? Что конкретно? Вот когда проект закончится, вы должны посмотреть на этот проект и сказать, о да, цель достигнута. Вот этот критерий, самый главный, он должен быть целью. Пока вы его самостоятельно не понимаете, команда разработки будет ходить, как ежик в тумане, не понимает, что ему делать. И задачи будут сформулированы неверно. Поэтому первое и самое главное – компания в лице рабочей группы, инициативной группы, кто инициирует внедрение, должны сформулировать цель. Куда мы идем и что мы получим с помощью внедрения системы. Далее уже, исходя из цели внедрения системы, сформулируются задачи. Ну, к примеру, если мы понимаем, что основная цель у нас именно в автоматизации, допустим, мы понимаем, проблему с документооборотом договорным, и цель у нас сейчас – эту боль убрать конкретно на текущий момент, то задачи у нас будут касаться именно оптимизации этой области нашего бизнеса. То есть мы не будем трогать вообще кадровых работников, кадровую службу, там какие-то еще вещи. Мы не будем туда углубляться. Мы будем брать конкретную область, которую хотим улучшить именно сейчас, чтобы добиться нашей цели, не отвлекаясь на другие блоки. Документооборот позволяет автоматизировать совершенно независимо любые блоки бизнес-процессов в компании. То есть мы можем взять чисто договорной документооборот, все остальное оставить пока с бортом, внедрить его, автоматизировать, до конца отточить, обкатать. Пользователи уже привыкли, набили все шишки, которые можно, поняли там уже в промышленной эксплуатации, что они хотят доработать с системой, где удобно, где неудобно, какие их желания и фантазии при обследовании оказались совершенно ненужными в использовании. Вот тогда уже можно к другим областям перейти. А сначала мы начинаем, берем самую главную область и внедряем ее. То есть из цели у нас идут задачи внедрения, мы их формулируем. И из задач внедрения мы четко формулируем перечень бизнес-процессов, которые мы хотим автоматизировать. То есть если у нас это, допустим, ну, к примеру, беру договорной блок. Мы берем прям и смотрим согласование, бизнес-процесс, жизненный цикл, согласование доходных договоров, согласование расходных договоров, согласование там, если есть у вас кредитные, кредитных договоров, безвозмездных. И понимаем, что какие у нас есть бизнес-процессы, а какие бизнес-процессы у нас объединены. Это очень важно, потому что от этого зависит трудозатраты. Сколько денег вы потратите на проект, а сколько сэкономите на том, что ваш бизнес-процесс будет автоматизирован. Бюджет проекта очень важная тема, поэтому, чтобы вам кто-либо посчитал этот бюджет, либо вы самостоятельно посчитали, вам нужно четко определить перчин бизнес-процессов, который вы автоматизируете. Далее вам нужно определить круг бизнес-пользователей, исходя из этих бизнес-процессов. То есть если у нас договорной блок, нам кадровая служба не нужна. Ну, если, конечно, каких-нибудь КПХ или самозанятых нет, там где-то они нужны, если в этот раздел отнесете. А так вы определяете, какие бизнес-процессы, кто у вас бизнес-пользователи, насколько они готовы, насколько ваша рабочая группа, которая будет участвовать в обследовании, которая потом во внедрении будет участвовать, тестировать будет систему, чтобы они были готовы и они не сопротивлялись. Потому что если у вас пользователи не готовы, это можно умножать и бюджет проекта, ну, прям умножать на целые числа. Вот, поэтому тут нужно осознавать, готова или не готова ваша рабочая группа. Вот, дальше у нас есть просто бизнес-пользователи, которые используют систему, насколько они готовы. И есть рабочая группа, которая будет участвовать конкретно во встречах, выделить время этих людей. Вы готовы выделить время этих людей, чтобы они занимались не своей непосредственной работой, а участвовали во внедрении. Общались с аналитиками, согласовывали что-то, тестировали. Вот тут тоже надо понимать, насколько вы к этому конкретно сейчас готовы. Вот, далее вы должны понимать, какая у вас сейчас текущая архитектура систем. То есть внедрение документа оборота, допустим, и обмен данными с бухгалтерией, к примеру, это одно дело. А если у вас целая, есть сложная архитектура каких-то систем автоматизированных, то есть там для управленческого учета, для бухгалтерского учета, причем там несколько юрлиц, допустим, там несколько баз, которые сами по себе живут. Там, если у вас там одна компания с отдельной базой продает, другой компанией с отдельной базой, ага, там уже трехсторонние какие-то могут быть договоры, еще какие-то внутригрупповые. Ну, то есть уже сложность нарастает. И в зависимости от того, насколько сложна у вас архитектура, и функциональная, и техническая, вы понимаете, насколько может усложниться проект внедрения документа оборота. Потому что проект внедрения документа оборота, он может стоить от, ну, не знаю, самые недорогие, наверное, от миллиона внутри, а может даже меньше, и до бесконечности. Там не очень крупные проекты тоже встречались, где огромная команда работает, они достаточно долгосрочные, с более чем восьми интеграциями, и восемь и десять у нас система была в контуре. Поэтому здесь важно понимать. И нужно быть готовым, что вам необходимо будет обеспечить техническую инфраструктуру. То есть у вас должен быть сервер разработки, где вы это все будете делать. У вас как-то должно быть устроено, если у вас несколько команд там, допустим, работают над вашими системами, каждый свою систему разрабатывает. То есть, ну, допустим, например, когда есть сайт, и его дорабатывает одна команда, есть управленческий учет ведет другая команда и дорабатывает, рекламентированный учет третья команда, и там встречались мы тоже, платформа есть по продаже товаров. Все это будет интегрироваться, оно все развивается, вся эта экосистема, она развивается, пока вы свой документ оборот внедряете. Вот, и надо это учитывать. Вы готовы к тому, что вы документы оборот внедряете в условиях, когда у вас огромный живой организм развивается, и вам еще нужно там тестовый контур обеспечить, а то и несколько тестовых контуров. Среду разработки нужно обеспечить. Вот эти моменты нужно учитывать, и сразу просчитать, продумать, готовы ли вы сейчас выделить такой бюджет. Иначе ваш проект будет, вы стартанете его, чуть-чуть там бюджеты выделите, потом понимаете, что бюджета не хватает, приостановились, там уже прогресс ушел дальше, и нужно опять дальше что-то менять. Вот тут, кстати, про перевнедрение тоже немножко расскажу. У нас там был вопрос про перевнедрение. Достаточно популярные случаи, когда приходит заказчик с запросом. Мне нужно кое-что немножечко поднастроить. У нас там не очень хорошо работает. Приходим, смотрим. Ну, как обычно говорят, нам не надо обследовать, вы нас научитесь там работать просто. Мы приходим, в кавычках, учить работать, открываем систему, и понимаем, что там просто, ну, ничего не разберешь. Система доступа, прав доступа вся настроена в пересечениях, там, абы как, не пойми кто кому чего, какие доступы дает, и кто чего видит. Скажите, пожалуйста, у кого есть проблемы, кто уже работает в системе с правами доступа? Ну, и какие проблемы? Я просто люблю эту тему, это одна из моих основных, и хотелось бы услышать. Может, кто-то тоже сталкивался с проблемами, в чате напишите, если у кого-то такое есть. Вот. И когда система внедрена таким образом, что настройки не описаны, доработки не описаны, прошло какое-то время, прошло несколько обновлений, все уже забыли, как изначально должна работать система, как она была настроена, команда, там, сопровождение, начинает ее перенастраивать, чтобы пытаться реанимировать, в итоге у нас получается непонятно, что у нас на старые настройки или новые настройки, система не работает, никто не понимает, что сейчас в ней, какие галочки, и почему были внесены. Приходится садиться, полностью описывать все бизнес-процессы и перевнедрять заново, перенастраивать виды документа, сами шаблоны бизнес-процессов, если это двоек, если троек, это полностью перенастраивать все, автостарт и ролевой модель, вообще мы, самая популярная, что мы перенастраиваем полностью, вот, очень жалко компаний, которые уже выделили один раз деньги на это все и второй раз идут заново это перенастраивать, вот, чтобы этого не было, самое главное, когда внедряем систему, максимально подробно пишем итоговую документацию, то есть описание настроек и пользовательскую инструкцию, два главных документа, которые у вас должны быть, описание настроек могут быть либо в проектном решении, либо в техническом задании, в любом документе, который у вас описывает те настройки, которые у вас произведены в системе и бережно хранить. Так, по данным, которые необходимы у нас для подготовки к внедрению, мы поговорили, то есть мы это все собрали, цель, задачи, перечень бизнес-процессов, мы поняли, кто у нас будет участвовать в проекте, что они готовы, поняли, где у нас будет наша система новая, внедряемая в общей архитектуре, поняли, что у нас достаточно денег и технических средств, чтобы обеспечить всю инфраструктуру для разработки, и все, мы идем с вами во внедрение, мы готовы. Что в этот момент для нас важно? Важно понять, какие есть этапы, то есть по каким шагам мы будем перемещаться. Есть разные подходы к внедрению, есть waterfall, когда мы идем поэтапно, мы сразу спланировали и пошли, есть, когда мы идем по задачам конкретным, и мы внедряем там что-то минимально жизнеспособное, какую-то минимальную пользу начинаем снижать, дать себя наращивать на системе. В любом путь нам нужно понимать общую этапность нашего проекта. То есть какие шаги у нас неизбежно там будут, которые мы будем проходить. Вот о них мы сейчас поговорим. На каком этапе сейчас находитесь вы? Вот я видела, что у нас коллеги были в разных стадиях. Кто-то переходил на ДО-3, кто-то внедрял ДО-3 с нуля. А на каком этапе своего проекта находитесь вы сейчас, если мы смотрим на наш перечень? Инициация, обследование, моделирование, внедрение, ОП, сопровождение, развитие системы, а может быть вам вообще эти слова незнакомые. Так, чатик, меня видно или не видно? Слышно, не слышно, коллеги? Чатик у нас замолчал, может меня выкинул из вебинаров. Ага, все, спасибо. Вижу, слышно, видно. Итак, пройдем по этапам. Этапность может называться немного по разным, ну, по-разному, разных команд. Разные команды. Кто-то говорит, говорит, моделирование, обследование, кто-то там объединяет какие-то этапы в проектировании. Ну, кто как идет. Здесь сейчас представлены, наверное, самые популярные из тех моделей, с которыми я работаю и делюсь таким личным опытом. Если у нас проект достаточно крупный, то обязательно, ну, вот, этап инициации. Этап инициации, он ярко выделен, особенно в крупных проектах, когда мы собираемся в команду, когда мы определяем рабочую группу, цели, задачи, проектную документацию. И когда мы уже всю-всю эту команду соберем, когда мы все свои ресурсы соберем, тогда мы готовы уже по сборе идти дальше. То есть инициация – это сбор наших ресурсов. Человеческих ресурсов нашей команды, ресурсов финансовых, планирование, планирование бюджета, планирование времени, сопоставление с нашими и остальными системами. И у нас есть четкое видение, куда мы идем, какими шагами мы идем, какие ресурсы мы будем использовать. Это инициация, этим заканчивается. Далее, тот этап, который тоже достаточно часто слышим. Обследование нам не нужно, вы нам внедрите. У нас все как у всех, все максимально просто, нам не нужно обследование, вот прям ставьте систему и внедряйте. Вот с документоборотом так не получится. Потому что, как я говорила, ничего готового нет. Все настраивается с нуля. Поэтому, чтобы настроить с нуля, нужно понять, как вам нужно настроить с нуля. Это у нас обеспечивает обследование. Что может быть результатом обследования и как оно проходит? Обследование – это когда люди, которые уже знают бизнес-процессы, имели опыт изучения похожих бизнес-процессов, там, кейсов, то есть работали уже с внедрением, они приходят непосредственно к вашим сотрудникам, которые непосредственно на местах нажимают кнопки и выполняют действия, подписывают документы, складывают их в стопочки и спрашивают каждый шаг вашего сотрудника. Кто, когда подписал бумажку и кому ее передал? Сколько этапов там проходит эта бумажка, сколько столов, пока она попадет в место своего назначения? Что должно произойти с ней дальше? Какая цифра, что обозначает в этой бумажке? То есть все-все-все до мелочей, причем очень важно, что на обследовании аналитик общается не с руководителем, аналитик должен общаться именно с исполнителем действия. То есть с тем, ну, конечно, это может быть и руководитель, но самое важное, что это именно тот, кто поднимает ручку и ставит подпись, тот, кто определяет цифру, которая будет реквизитом в документе. Это именно вот эти конкретные живые люди. Результатом обследования у нас является отчет об обследовании, где подробно описан перечень ваших документов, подробно описан каждый реквизит каждого вашего документа. Как он определяется, кто его пишет, кто его считает, высчитывает, как система его там проставляет автоматически, от чего он зависит. Как у вас строятся нумерации документов, какой вы используете шаблон документа, то есть сам файл. Это все у нас описывается в результатах обследования. Плюс там же описывается вся интеграция, какие конкретно документы, с какими реквизитами и по какому событию у вас куда будут уходить или приходить, какими вы будете пользоваться отчетными, какими еще функциями в системе вы будете пользоваться и какую нагрузку функциональную они несут. То есть какой результат от каждой функции вы будете получать. то есть взяв документ, получившийся в результате обследования, любой технический специалист из текущей команды либо из другой команды должен взять этот документ, прочесть, сесть за пустую базу и иметь возможность настроить ее от начала и до конца в типовом варианте. Вот такой документ у вас должен получиться в результате обследования. Если у нас мы в результате обследования описываем функциональные все требования, при этом, я бы так сказала, у нас есть в моей команде, там где мы обычно работаем, делаем упор, там где я архитектор, делаем мы упор на типовой функциональности. То есть уже на этапе обследования мы можем какие-то моменты определить, которые типовые или нетиповые и направить пользователей в нужное русло, что вот есть у нас ограничение системы. Вот. Иногда, когда мы идем именно изначально у нас внедрение не крупное, а именно типовое, то есть мы сразу на берегу договариваемся, что именно типовое внедрение, то мы не выделяем этап моделирования как таковой. То есть вот этот третий этап моделирования мы пропускаем. Мы в обследовании все описали, сразу описали так, как работает типовая система и пошли сразу внедрять ее в типовом варианте. Там, где у нас есть функциональный разрыв, мы предполагаются, то есть мы сразу договорились, что доработки у нас будут. Что такое разрыв функциональный? Мы хотим, система не может. Нужна доработка. Вот это функциональный разрыв. Вот чтобы продемонстрировать, как это работает, понять, описать подробно функциональные разрывы, принять решение по каждому такому разрыву, вот это у нас задача этапа моделирования. Когда мы берем типовую базу, обычную, стандартную, на ней настраиваем процессы нашего заказчика, показываем, что вот здесь система типовая работает вот так, а вы хотите вот так, и именно вот это надо доработать. Что мы будем с вами делать? Дорабатывать или оставим как есть? Заказчик говорит, сколько стоит? 500 тысяч. Нет, давайте оставим как есть, пока мы не готовы. И мы составляем реестр разрывов функциональных, под них делаем, определяем, какие мы реализовываем в рамках внедрения, какие нет. Те, которые не реализовываем в рамках внедрения, мы их можем записать, оставить на потом, на развитие системы, там дальше планировать. Наша задача сейчас запустить, получать пользу от системы. Вот, когда мы провели вот это моделирование на типовой базе, мы уже идем во внедрение, то есть мы уже понимаем, что нам нужно доработать, что у нас типовое, и, собственно, там уже у нас команда разработки работает, внедряет, все готовую функциональность демонстрирует пользователю. к моменту окончания внедрения, ну вот, я считаю, что хорошее внедрение, когда к концу внедрения у нас уже пользователи настолько знают систему, что они сами могут консультировать команду разработки, куда на какие кнопки нажать. Тогда опытно-промышленная эксплуатация проходит у нас гладко. То есть они уже настолько насмотрелись там на моделирование, на внедрение, какие-то промежуточные демонстрации, на обследование, что они уже прям как родную знают систему опытно-промышленной эксплуатации. Когда мы взяли систему, туда посадили работать или какую-то выделенную рабочую группу, или всех сотрудников сразу, тут уже от объема самой компании зависит. И все, у нас люди работают в системе. Здесь у нас идет еще какая-то дошлифовка системы, то есть где-то мы видим шероховатости, где-то мы там при внедрении ошиблись, где-то пользователи не предполагали, что им будет неудобно. Это такая отточка работы системы. И дальше мы уже идем в сопровождение развития системы. Сопровождение важно на этом этапе, как я уже до этого говорила. В любом случае штатные специалисты будут поддерживать привлеченные, привлеченные со стороны какие-то специалисты будут поддерживать, если у них есть документация, четко описанные настройки системы, им будет в разы проще и ваши финансовые затраты будут в разы меньше. Поэтому любая команда внедрения, если у вас работает, пожалуйста, требуйте с них документацию, сразу оговаривайте на берегу. Пусть будут заложены на это дополнительные финансы, что команда будет писать документацию, фиксировать каждую настройку, зато потом в сопровождении вам будет гораздо проще. Самое главное, когда у вас начинается поддержка системы, вы передаете системную поддержку, чтобы у вас была полностью описанная документация. Далее, если вы отрабатываете, развиваете систему, ваша документация всегда должна пополняться. 99% компаний не ведут документацию, ну, по крайней мере, не вели. в последнее время все чаще и чаще встречаюсь с тем, что пытаются изо всех сил собрать старую документацию, которая была при внедрении, новое внедрение, мы уже все делаем, максимально передаем всю документацию, чтобы можно было прочитать, понять каждую галочку, каждый рейстик в системе. Вот. Развитие системы обычно в пост внедренческий период, это то, что вот мы увидели функциональные разрывы на внедрении и сказали, нет, мы сейчас не будем за это деньги платить, вот потом, когда внедримся и там уже будем зарабатывать, может быть, а может и нет, может и уже и не потребуется. Вот это у нас уже идет развитие системы, также мы можем делать и штатными, можем и штатными сотрудниками, есть свои плюс-минусы. Если вы содержите свою команду, вы платите зарплату постоянную, люди варятся в своем собку, видят только вашу инфраструктуру, все, и они получают из меня никакой информации. То есть, ну, развитие, новой-новой крови, так скажем, нет. Когда вас обслуживает компания извне, там есть вливы новой информации, там могут прийти новые идеи для развития, для, ну, опыт сотрудников, которые вне вашей инфраструктуры, тут есть свои плюсы, но заплатить, конечно, бы, скорее всего, дороже. Если, конечно, своих сотрудников хорошо контролируете, можно своих содержать, и что они ничего полезного не делают. А привлеченные приходят с новыми силами четко оцененные работы и сразу внедряют то, что нужно. Поэтому тут решение за вами развивать своих или привлекать со стороны. Обычно крупные компании настолько имеют сложные системы, что у них нет другого варианта, они только содержат свою команду поддержки и свою команду разработки. Так, с основным материалом закончила. Постаралась отвечать на все вопросы сразу по ходу вебинара. Вопросы у нас сегодня были, их было достаточно много. У нас осталось буквально 5 минуточек. Я просмотрю, сейчас попробую, может, что-то я бы там пропустила по вопросам. И можете задавать свои, даже если я не успею ответить, то мы на них ответим уже после вебинара. Есть вопрос про МЧД, машиночитаемые доверенности. Да, есть такая функциональность, там такой отдельный раздел, про него тоже сделаем вебинар, запросы есть, в ближайшее время следим следить за нашими анонсами. Функциональность есть. Так, нужны, например, детали по сотрудникам. Не совсем поняла вопрос. Наверное, руководство пользователя это как-то связано. Если есть возможность, допишите, пожалуйста, свой вопрос. Это у нас пользователь вузер называется. Нету имени. Так, ну, вроде бы на все вопросы ответила. Вопросов было сегодня много. Спасибо вам большое за вашу активность. Будем ожидать обратной связи. Наши сотрудники будут с вами у вас есть. Можете обращаться. Помните, что у каждого участника есть возможность получить совершенно бесплатно встречу и получить ответы на свои вопросы персонально. Вот, можете обращаться по контактам, договоримся, там уже дня, может быть, и другой, какой-то другой специалист, с вами пообщаемся, но с большим удовольствием. На сегодня я с вами прощаюсь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok